Друзья, всем доброго утречка, всем доброго утречка с острова Че-Джу-Дом. Мы уже выселяемся из отеля, все быстро-быстро. У нас уже намечаются первые съемки. Еле что-то какая-то без настроения. Так, наша лягушечка уже нам подмигивает. Утро начинается. Продолжение следует... а поля и готов к конкуренту крылья вчера вчера проклинал на чем свет стоит эта машина как только камеру включила задала вопрос так сразу все хорошо а вдруг а вдруг он кого-то обидит этим вот он такой друзья вы меня обвиняете что я иногда там на iphone говорю говнофон или я как бы говорю правду все что думаю на камеру говорю а ким сунгин он другой он корее тут корее то они как бы они никогда не скажут то что может кого-либо как-то за дети обидеть вдруг у кого-то такая машина он сейчас скажет что она полное как он говорил без камеры ну вот так такие мы разные так друзья ну что ж начинаем начинаем заучивать так сейчас мы едем в лес по моему мы едем лес сейчас мы пройдем примерно два километра по лесной тропе с комментатором так самый там самый там яростный комментатор будет ангелина походу два километра пешком она там проклянет на на весь это тату остров вообще пешком ходить не любит если медленно идти то это займет примерно 2 часа 30 минут ангелина 2시간 корояде у меня было пешком 2 часа была в школе, уже там научилась говорить. Друзья, мы встретились с съемочной группой и, как всегда, нас сразу начали угощать. Мы будем гулять с гидом сегодня. Друзья, мы в лес, такая здесь красота. Атмосфера, потрясающе. Атмосфера, потрясающе. Атмосфера, потрясающе. Атмосфера, потрясающе. Родина, потрясающе. очень мудрые очень мудрые вещи решение видите друзья какое бережное отношение к природе деревья не срубали чтобы построить эту дорожку а сделали отверстие для них специальные а 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 ну í а не мы 지금은 камни это круто они такие прохладненькие так это это сейчас будет тест тест на алкоголь в крови главное не оплошать пройти ровно пом인을 с проводиванием я в nu и ну гонщи на cual не Bagans чтоeyes льна Разве мы два? Вот так. Нужно сесть. Нужно сесть, надувать. О, охлаждение. О, гордиться! О, скорей, гордиться. О, гордиться! Нужно быть так, что не так. Нужно. Нужно быть так. Нужно быть так, что все. Нас подкармливают и подкармливают. Опять вкусняшек каких-то целый пакет. Булочки. Мне так неудобно. Мы постоянно лажаем, так как приехали совершенно неподготовленными, но к нам такое хорошее отношение, столько забот и понимания от съемочной группы. Просто нянькаются с нами, как с детьми. Друзья, когда приехал на заправку и не знаешь, с какого боку у тебя бензо, ящик или как он называется. Отверстие, в общем, куда вливают бензин. Оказывается, с другой стороны был. И вот, друзья, очередная наша локация. Опять нас какое-то райское место привезли. Невероятная красота. Что интересно, да, вот съемочная группа, они же как бы знают, куда везти. Мы-то сами, когда приезжаем, мы же ни черта не знаем. Оказывается, на Чеджу столько, столько еще всего прекрасного, чего мы не видели. И за два дня, конечно, это тоже все не посмотришь. Просто везде потрясающе. Гелик, ты куда пошел? Давай. Ручку. Всякие вот такие вот кафешечки. Все такое охрененное. Ах, ах, ах. Погода шикарная сегодня. Вчера мы задубарели, как бобики. А сегодня просто, просто кайф. Какая красота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только посмотрите на это. За 10 тысяч долларов продается вот такой вот автобус, дом, в котором можно жить, передвигаться. Круто. Интересно посмотреть, что там внутри. Круче. Да, здесь дорожки вот так вот проложены. Есть маршрут на машине, есть беговой. Красота невероятная. Вот если есть рай на земле, то он точно здесь. И Сонгин нужно срочно покупать здесь домик. При этом я уже нахваливала, конечно, и медицина, и образование. Здесь все на высоком уровне. То есть это не какой-то там папуасский остров, знаете, куда только можно приехать отдыхать. Нет, здесь полная инфраструктура. Все, все, все. Есть университеты, колледжи всевозможные. И можно жить и не тужить в такой вот райской красоте. Друзья, следующая локация это вот такой ресторан. Сейчас мы будем здесь есть рыбу-меч. Мы ее никогда, кстати, не ели, ни разу не снимала я. Поэтому вам тоже будет, наверное, интересно. И отсюда из ресторана открывается вот такой потрясающий вид на море, на морюшку. Только посмотрите на это. Это рыба-меч целиком. Вот такая она длинная. Выглядит это все как произведение искусства. Потрясающе. Ангелик уже готова к трапезе. Ангелик уже готова к трапезе. Все, друзья, ресторан это была наша последняя локация. Мы свободны. Я свободен. Вот так, друзья, выглядят старые домики на Чейджу. Их очень много. Вообще, Чейджу, он такой в основном малоэтажный. Старые виллы вот такие вот. Ну и, конечно, какие-то там новые дома есть. Как всегда, как везде. Сейчас мы, друзья, поедем за пудингом. София захотела в прошлый раз. Помните, мы покупали пудинг. Он здесь очень-очень вкусный, знаменитый. Больше его нигде не продают. Только на Чейджу-До. Поэтому мы прямо оставили съемочную группу. Здесь еще все не доели. А мы уже сбежали. Сбежали за пудингом. Вся-вся-вся плитка, все лестницы, все вообще на острове Чейджу сделано из вот этой вот базальта, да, из этого лавового камня. Это мне очень нравится. Прям обожаю. Друзья, это мы сейчас едем по дороге. Халласан. Гору Халла. Самая высокая гора в Корее. Но мы на нее подниматься не будем. Просто дорога наша в аэропорт лежит почему-то через этот маршрут. Здесь такой серпантин, очень извилистая дорога. И очень красиво. Но пока еще золотая осень сюда не пришла, к сожалению. А так бы было очень красочно. Да, друзья, так как Чейджу-До это прям эко-эко-остров такой. Здесь весь общественный транспорт, он на батарейках, на электричестве. Электрический транспорт. И здесь очень много электромобилей. Потом эти вот аэрогенераторы, ветряные мельницы. Здесь таким способом энергию получают. В общем, все очень экологично. Воздух такой чистый. Мы вчера спали, как младенцы. Просто я давно так не спала. Какая красота. Когда, друзья, маленькая машина. А чтё делять? Тут и на жопке у Сони уснешь. Как-то так, друзья, выглядит сам город. Видите, здесь вот и больница, скорая помощь, там кофейня. Также здесь выделенка посредине дороги для автобусов. Все современные какие-то остановки. Всё так же, как в Сеуле. Вообще никакой разницы с Сеулом нет. Только что Сеул, он как бы побольше, а здесь поменьше. А так всё то же самое вообще. И при этом вокруг море, вокруг красота лес, горы, море. Невероятная красотища. Вот здесь вот едешь, и как будто ты не на Чи-Джи-До, а прям в Сеуле где-то. Вот служба здесь есть 119. В Америке 911, а в Корее это 119. Это служба спасения, там и пожарная, и скорая, всё вместе. Так, друзья, Софья уже сбегала за пудингами, так как мы снимали уже эту кафешку, и одно и то же снимать не люблю. Вот не люблю снимать одно и то же. Всё, друзья, сейчас едем в аэропорт. Читаю ваши комментики. И очень поражает, как многие люди пишут. О, боже, у вас 35 человек умерло в Корее из-за прививок. Господи, все дети в масках, и всё такое. Про прививки, друзья, сегодня, сегодняшняя новость. После вскрытия этих 35 тел оказалось, что никакой взаимосвязи с прививками нет абсолютно. Вообще вакцинировали там около 10 миллионов человек, и 35 человек скончались. И они просто скончались за день до этого, сделав прививку. То есть они просто сами по себе умерли. Но так как они за день до этого сделали прививку, почему-то решили пустить такую волну, что это из-за прививок. На самом деле, конечно, нет. И теперь это подтверждено. Прививки ни при чём. Страна, правительство призывает прививаться и дальше, потому что грипп — это очень страшно. Осложнения у гриппа очень тяжёлые. Там и пневмония может развиться. В общем, есть какие-то последствия вот просто обычного гриппа. И от этого гриппа каждый год умирает довольно много людей. В общем, прививаться нужно обязательно. Всё, друзья, мы в аэропорту. Почти. Летим домой. Анжелина, это очень хорошо. Вау, вау, ваня, я ваня. Так, здесь вот у нас на витрине показано, что нельзя перевозить с собой в ручной клади. Наручники нельзя. Оказывается. А я-то всё думала, как наручники перевезти с собой в ручной клади. Оказывается, никак. Даже здесь одни красавцы работают. Как такое вообще возможно? Ну, где они набирают в Корее? Мне кажется, здесь каждый каждый рождается уже красавцем. Вот так, друзья. Я как иностранка, в другую очередь. Хорошо, хоть народу здесь мало. Ваша иностранная жена готова Ваша иностранная жена готова. Ваши, вау, вау, вау. Вау, вау. Нет, когда мы сюда летели, мы все вместе проходили контроль. А отсюда летим, видите, уже строго-строго. Анжелина, мама вау, вау, вау. Вау, вау. Какие думаете? Вау, вау. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 С открытым ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 Диана Торзок Все познается в сравнении Это точно Друзья, надеюсь вам было интересно В этот раз я ,правда, мало снимала Так как это была рабочая поездка Реклама снималась по государственной Программе и будет транслироваться На каких-то туристических сайтах Пока точно не знаю, на каких Но я сообщу в инстаграме Когда станет известно Подписывайтесь на инстаграм, чтобы быть в курсе событий Я вас всех обнимаю, всех люблю и до новых встреч. Пока-пока.